Глава 14. Вопрос в автобусе. А что, если все-таки? Глава 14. Друг. А что, если все-таки эти доказательства не ведут к истине? Ведь остается хоть и ничтожная, но и не строго нулевая вероятность противного варианта. Автор. Ответ на этот вопрос у нас, в общем-то, уже был. В замысел Создателя входило дать нам, людям, свободу выбора решения также и в этом вопросе. На него я встречал ответ в интервью с одной американской еврейкой, научным работником, которая после долгих исканий пришла к ортодоксальному иудаизму. Вот что ей сказал один умный и знающий еврей. Допустим, сказал он ей, что все построение иудаизма не абсолютная истина, а творение человеческого разума. Допустим. Но что можно уж точно сказать, так это то, что многие иные образы жизни ты опробовала, люди разных стран опробовали иные и самые разнообразные способы государственного устройства. А результат один – неудовлетворенность, поиски путей уйти от недостатков устройства общества и личной жизни. Так чем ты рискуешь, если попробуешь жить по законам Торы? Испытай и увидишь. «Сделаем и поймем», – сказали евреи при принятии Торы. И они, евреи, поняли жизнь в процессе исполнения данных им митсвот. Женщина, о которой я читал, не порывая с научной работой, попробовала быть еврейкой по Торе, и ее жизнь обрела новый и высокий духовный смысл. Она обрела моральное равновесие. Это трудно передать словами, но ощущение справедливости этого у меня появилось уже от первых прикосновений к наследию моего народа. Семья, личная жизнь человека – это модель человеческого общества. И если продолжить опыт этой женщины в сферу человеческого общества, то даже при сомнениях в Торе и то возникает вопрос, почему бы нам не проделать исторический эксперимент, попробовать всем еврейским народам жить по Торе? Это, конечно, сначала нелегко, но риск отрицательного результата чисто нулевой, ибо в жизни по Торе нет ничего, что противоречило бы высоким идеалам справедливости и человечности, которые именно из Торы и заимствованы, кстати говоря. Зато вероятность проложить себе и всему человечеству путь в идеальное будущее стоит такой попытки. Друг, и в этом варианте, оказывается, есть над чем поразмыслить. Автор, успеха тебе в этом! А мы уже приехали!